Как это повлияет на сбор урожая? Рис и кукурузу начнут убирать фермеры Алматинской области. Весной под разные культуры они засели свыше 400 тысяч гектаров, в их числе ячмень, пшеница, подсолнечник и бахчевые. Аграрии собрали с полей почти 60% урожая, все чаще они используют водосберегающие технологии. В чем их сильное преимущество, смотрите в сюжете нашего корреспондента. В сельскохозяйственном предприятии в Жамбылском районе выращивают подсолнечник. В этом году там внедрили капельное орошение на 900 гектарах. Для уборочных работ привлекли около 40 рабочих. Десятеро трудятся на постоянной основе. Их зарплата около 300 тысяч тенге. Мы получили 2000 гектаров земли, в этом году освоили 900 гектаров, пробурили 17 скважин и установили 17 трансформаторов для капельного орошения. Урожай подсолнечника достигает 30 тонн с гектара, а на некоторых участках до 35 тонн. Мы арендуем сквады в Алматы, сами упаковываем продукцию и реализуем ее по всему Казахстану. В Жамбылском районе 26 тысяч гектаров орошаемых земель, из которых активно используют 15 тысяч. На сегодняшний день здесь внедрили водосберегающие технологии на площади больше 4000 гектаров. 2000 оборудовали капельными растительными системами, а на остальных применяют дождевое орошение. В этом году в Куртинском водохранилище собралось больше 110 миллионов кубометров воды. Но из-за устаревшей системы орошения вода не всегда и не в полном объеме доходит до полей. Так что фермеры активно внедряют водосберегающие технологии. В Жамбылском районе капельное орошение используют для подсолнечника и для кукурузы. У нас есть магистральный канал длиной 72 километра, который идет от Куртинского водохранилища до села Сары-Токым. На 49 километрах канала отсутствует бетонное покрытие, забетонированное только 29 километров. Из-за этого теряется до 80 процентов воды, и потому ее поступает значительно меньше необходимого. В Алматинской области собрали урожай со 100 тысяч гектаров. Это около 206 тысяч тонн зерна. Средний урожайный составляет больше 20 центнеров с гектара. Осенние полевые работы выполнили почти на 60 процентов. В октябре фермеры начнут убирать рис и кукурузу. На уборочную 300 сельхозпредприятиям выделили 5,5 тысяч тонн льготного дизельного топлива.